Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим назначение, область применения, классификацию, устройство, принцип действия полуавтоматов для отливки конфет. Рассмотрим два типа полуавтоматов. Это полуавтоматы, которые наполняют форму в один прием, и которые наполняют форму в несколько приемов. Полуавтоматы предназначены для получения из бесформенной полужидкой или жидкой конфетной массы, помадной, фруктово-желейной, желейно-мармеладной, марципановой, пралиной, ореховой-збивной, ликерной и так далее, простых и сложных конфет определенной формы и массы. Классификация полуавтоматов для конфет представлена на экране. Рассмотрим полуавтоматы, наполняющие форму в один прием. На слайде показана принципиальная схема конфета-отливочного полуавтомата. Полуавтомат состоит из следующих машин. Питателя 1, оброкидывателя 2, наполнителя 3, штампа 4, а отливочной машины 5. Все цифры римские. На горизонтально стоящую рамку 5 лоток подается транспортером 1 из холодильной камеры или из стопки лотков 3, находящихся в приемнике 4. Стопка лотков в приемнике опирается на направляющие. Здесь и далее цифры арабские. Лапки 2 отделяют от стопки нижний лоток. Упорами транспортера 1 он сдвигается на опрокидывающуюся рамку 5. После того, как лоток займет правильное положение, рамка 5 поворачивается на угол 2П радиан. При этом формовочный материал из конфеты высыпается на колеблющиеся сито 29. Встречаются полуавтоматы с двумя опрокидывающимися рамками, в которых лоток поворачивается на угол пирадиан. При повороте лоток опирается на направляющую 30. После остановки рамки пустой лоток следующим лотком сдвигается с нее на транспортер 6, который перемещается периодически. Для гарантии правильного положения пустого лотка на транспортере 6 имеется рычаг 7. Он входит внутрь лотка и, упираясь в переднюю стенку, продвигает его до упора на транспортере 6. На транспортере 6 лоток заполняется формовочным материалом. Ковши элеватора 25 насыпают в лоток с избытком просеянный формовочный материал. В конце транспортера 6 имеется разрыхлитель 9. Он представляет собой доску с петельками из пружинищей проволоки. Эти петельки при прохождении под ними лотка пронизывают формовочный материал и извлекают из него комочки и инородные частицы. Затем лоток попадает в штамп. Здесь он проходит под наклонно установленными деревянными брусками 10, которые выравнивают формовочный материал по высоте бортов лотка и слегка его уплотняют. При дальнейшем движении лотка его боковые поверхности и верхние грани очищаются щетками 11 и 12. Транспортер 16 штампа также имеет периодическое движение. Когда лоток останавливается, на него опускается штамп 15, который отштамповывает в формовочном материале формы для корпусов конфет. В мгновение нахождения штампа в формовочном материале он получает сотрясение от ударного механизма 14. Это необходимо для получения гладкой поверхности формы и устранения прилипания формовочного материала к поверхности штампа. После этого передающий транспортер 17 подает лоток на транспортер 19 отливочной машины. Этот транспортер имеет также периодическое движение, но отличное от движения предыдущих транспортеров. Он подставляет каждый ряд форм в лотке под насадки отливочного механизма 18. В момент остановки лотка формы заполняются порцией конфетной массы. Когда все формы в лотке заполнены конфетной массой, он транспортером подается в холодильную камеру или его вручную снимают с транспортера 19 и устанавливают на тележке для кристаллизации, сушки или охлаждения в зависимости от сорта конфетной массы. По окончании этого процесса лотки с готовыми конфетами вновь поступают в отливочный полуавтомат, поочередно опрокидываются рамкой 5 и их содержимое попадает на редкое колеблющееся сито 29. Через отверстие сито проходит все, включая ломаные конфеты. И не проходят лишь целые конфеты. Они движутся сходом по ситу. В конце ситы имеется нижняя щетка 22, которая составляет одно целое с ситом. Над ней находится щетка 20, к которой вентилятором 23 подводится воздух. Щетки очищают проходящие между ними конфеты от следов формовочного материала. Очищенные конфеты попадают на ленточный транспортер 21, который выводит их из машины. Формовочный материал и крошки, прошедшие через сито 29, направляются на сито 26 для отделения крошек от формовочного материала. Крошки выводятся из машины по желобу 27, а формовочный материал направляется по дну ситовой рамы в наполнитель. Скрипковый транспортер 24 направляет в наполнитель формовочный материал, очищенный щетками 20 и 21, а также сдутый воздухом с поверхности конфет. Козырек 28 предохраняет идущие на очистку конфеты от обсыпки их формовочным материалом, сыпающимся с лотков. В местах наибольшего пылеобразования установлены отсасывающие вентиляторы 8 и 13. Эти вентиляторы создают внутри замкнутого корпуса машины разрежение и этим устраняют попадание пыли в производственное помещение. Отсасываемый воздух, пройдя мешочные фильтры, выбрасывается в цех. На схеме показан общий вид полуавтомата, отливочная машина которого имеет вертикальные мерные цилиндры и плоский золотник, движущийся возвратно-поступательно. Электродвигатель для привода машины присоединяется к шкиву 7, лотки из питателя 28 поступают на опрокидыватель 27 с него в наполнитель 25, а затем под штамп 29 и под воронку 3. Движение от отливочного механизма к транспортерам, опрокидывателю и штампу передается валом 21 через многоступенчатую коробку скоростей 16. Рукояткой 17 изменяют передаточное отношение в ней в зависимости от числа поперечных рядов форм в лотке. Штурвалом 23 регулируют положение штампа над лотком, а винтами 24 выверяют горизонтальность штампа. Число отливов меняют переставляя накидную шестерню в коробке скоростей поворотом рукоятки 6. Формы в одном лотке имеют постоянный шаг. Расстояние между последним рядом форм в предыдущем и первым рядом в последующем лотке всегда оказывается больше постоянного шага в одном лотке, так как между двумя лотками имеется упор, толкающий предыдущий лоток. Чтобы формы всегда оказывались под насадками отливочного механизма, транспортер 4 должен совершать разные перемещения. Его сложное движение осуществляет механизм, состоящий из кривошипа 10, качающейся кулисы 12, коромысла 13 и 15 с собачками, храповых колес 1 и 2 и пары шестерен 18 и 19, жестко связанных с приводными звездочками 20, транспортера 4. Работает этот механизм так. При вращении коромысла 13 по часовой стрелке, а коромысла 15 в противоположном направлении, собачка коромысла 13, находясь в зацеплении с зубом храпового колеса 2, поворачивает его и звездочку 20 вместе с собой, перемещая транспортер 4 на расстояние между соседними рядами формочек в одном лотке. Собачка коромысла 15 в это время скользит по гладкой поверхности храпового колеса 1 и не передает ему вращение. Храповое колесо 1 при этом поворачивается, получая движение от храпового колеса 2 через шестерни 18 и 19. Затем коромысла 13 и 15 вращаются в противоположном направлении. Тогда собачки скользят по храповым колесам и транспортер 4 остается неподвижным. После нескольких поворотов храповых колес собачки коромысла 13 и 15 окажутся в зацеплении с зубьями храповых колес 1 и 2. Тогда вследствие того, что коромысла 15 вращается с большей угловой скоростью, чем коромысла 13, транспортер получит движение от храпового колеса 1 и переместится на большее расстояние. При этом зубья храпового колеса 2 обгоняют вращающуюся собачку коромысла 13. Эксцентрик 9 приводит в движение поршни. Их ход регулируется рукояткой 14, с помощью которой перемещается ползут 5 в пазу кулисы 8 до получения нужной порции. Золотник 11 сменный, он также имеет регулировку хода. Механизмы, не связанные кинематическими соотношениями, вентиляторы, сета, приводятся от другого электродвигателя, соединенного со шкивом 26. Готовые конфеты выходят из полуавтомата по лотку 22. Мерные цилиндры полуавтомата показаны на схеме. Бачок 4 имеет емкость 70 кубических дециметров и снабжен водяной рубашкой для поддержания требуемой температуры конфетной массы. При движении поршней 6 вверх конфетная масса попадает из бачка в мерные цилиндры через отверстия золотника 7. Мерные цилиндры сделаны в общей отъемной колодке 5, прижатой к бачку 4 планкой 12. Это позволяет легко заменить колодку другой, с иным количеством мерных цилиндров. Сальниковое уплотнение 3 обеспечивает герметичность мерных цилиндров. Поршни всех мерных цилиндров вставлены в паз общего ползуна 2, который движется возвратно-поступательно по направляющим 1. Шатун 13 от приводного механизма ввернут в серьгу 14 и закреплен гайкой. Серьга надета на ось 15, которая находится в ползуне 2. При замене колодки и чистке мерных цилиндров отвертывают ось 15 и освобождают ползун. После чего его легко вынуть со всеми поршнями, если повернуть направляющий 1 на осях 16. Когда поршни поднимутся в крайнее верхнее положение, золотник 7 переместится на половину расстояния между отверстиями 8 в золотниковой планке, показанными пунктиром. Они сообщают мерные цилиндры с отверстиями в насадках 11. При движении поршней вниз конфетная масса выдавливается через насадки в неподвижные формы. По заполнении одного ряда форм лоток переместится и подведет под насадки следующий ряд форм. Ход сменного золотника регулируется. При установке колодки с другим количеством мерных цилиндров одновременно заменяется и золотник. Ползун 9, который перемещает золотник 7, движется по пазу в планке 10 с закрепленной винтами. Кинематическая схема рассмотренного полуавтомата представлена на экране. Главный вал 7 отливочной машины получает вращение от электродвигателя 1 через трехступенчатую коробку скоростей К1. На этом валу расположены два эксцентрика 6, приводящие в движение кулисы 13. Вращением винтов 15 перемещают ползун 14 одновременно с двух сторон машины, изменяя ход ползуна 16. Кулачок 5 приводит в колебательное движение кулису 4. Рукояткой 8 переставляют в ней ползун 3. Новое ее положение фиксируется гайкой 2. Валы 7 и 9 вращаются с одинаковой скоростью. На конце вала 9 имеется кривошип 11, приводящий в движение транспортер 12. Вал 10 передает вращение от вала 9 коробки скоростей К2. Ведомый вал 35 имеет меньшую угловую скорость, чем вал 10. Еще медленнее вращается вал 34. Конической парой 33 и цилиндрической парой вращение от вала 34 передается ведущей секторной шестерни 25. Она периодически поворачивает шестерни 31 и 32. Шестерня 31 является ведущей для транспортеров 30 и 20 поперечных щеток вала 43 и ведущего вала 36 штампующего механизма. На одном валу с шестерней 31 расположена шестерня 26, вращающая шестерню 28. Пара цилиндрических и конических шестерен периодически поворачивает вал 43. Коническая пара на его левом конце вращает ведущий вал 36 штампующего механизма. На одном валу с секторной шестерней 32 закреплена шестерня 24. Она периодически вращает опрокидыватель 29. Периодическое вращение с вала секторной шестерни 32 валу 19 передает коническая пара. Этот вал является ведущим для транспортеров 17 и 18. Звездочка 41 периодически перемещает транспортер 20 со щеткой. Кулачок 44 периодически совершает полный оборот, приводя в движение рычаги 23. Они устанавливают лоток в правильное положение. Вал 45 вращается от электродвигателя 27. От вала конической парой 22 движение передается наполнителю 42. Поперечной щетке 39, сгребающему транспортеру 38, кривошипу 21 уравнивателя, вентилятору 40 и щетке с ситом 37. На схеме показан общий вид полуавтомата, отливочная машина которого имеет горизонтальные мерные цилиндры и параллелепипедный золотник, движущийся возвратно-поступательно. Он состоит из тех же машин, что и предыдущий полуавтомат, но конструктивно несколько иначе выполненных. Питатель имеет подъемный механизм 1, который поднимает штабель из 8-10 лотков. Перед подачей транспортером 9, нижнего лотка в опрокидыватель 10. Содержимое лотка в опрокидывателе высыпается на сито 3. Оно отделяет от конфет формовочный материал и крошки. Наполнитель имеет ковши 27. Они подают формовочный материал наверх для заполнения пустых лотков, которые передвигаются транспортером 11. Для улавливания пыли, образующейся при заполнении лотков, установлен вентилятор 4. Он угонит пыль с воздухом к рукавному фильтру 2, расположенному рядом с полуавтоматом. Воздух с формовочным материалом, проходя через фильтр, оставляет формовочный материал на внутренней поверхности рукавов. Во время работы полуавтомата формовочный материал периодически стряхивают с рукавов легким постукиванием. Собранный с фильтра формовочный материал ссыпается в мешок, подвешиваемый к нижнему патрубку. При выходе из наполнителя лоток проходит под выравнивателем 12. Боковые поверхности лотка очищаются щетками 14, а торцовые – поперечной приводной щеткой 13. Транспортер 15 подает лотки под штампующий механизм 6. Он отштамповывает в лотке формочки, а отливочная машина 7 заполняет их конфетной массой. Подающий транспортер 22 имеет периодическое движение с постоянным шагом. При настройке его можно перемещать вперед, поворачивая штурвал 19. Механизм 23 – движение поршней позволяет менять массу одного изделия в широких пределах. Передаточное отношение в коробке скоростей К1 равно числу поперечных рядов форм в одном лотке. За штурвал 20 можно вручную повернуть весь полуавтомат или одну отливочную машину. Это зависит от положения рукоятки 21. Сита 8 служит для отделения крошек от формовочного материала. Конфеты сходят по ситу 3. В конце его они попадают на участок 25, собранный из круглых щеточных ершей. Над этим участком находится маятниковая щетка 24. Ее положение над участком 25 регулируется вращением штурвалов 5 и 17. Вентилятор 16 нагнетает воздух в полость маятниковой щетки для сдувания формовочного материала с конфет. Счищенный щеткой формовочный материал проходит через сетку желоба и скребковым транспортером 26 подается в наполнитель. Роль второй коробки скоростей здесь выполняют две цепные передачи, которые сообщают опрокидывателю и периодическим транспортером две скорости движения. Рукояткой 18 отключают механизм движения поршней и золотниковой планки. Два вентилятора 4 создают разрежение внутри закрытой машины. Воздух из цеха устремляется через неплотности внутрь машины. Это предотвращает загрязнение цеха формовочным материалом. Отливочная машина с горизонтальными мерными цилиндрами и параллелепипедным золотником представлена на экране. Схема ее мерного цилиндра изображена слева. При движении поршней 5 вправо конфетная масса поступает из бачка 1, обогреваемого водой, через золотник 3 в мерные цилиндры колодки 2. Когда поршни придут в крайнее правое положение, золотник перемещается в направлении перпендикулярном движению поршня, наполовину расстояния между поршнями. Конфетная масса при движении поршня влево выталкивается через досадки 4 в формы. Поршни всех мерных цилиндров вставляются в планку 8 и закрепляются уголками 9. В мерных цилиндрах поршни уплотняются пружинищами разъемными кольцами 6. Несмотря на уплотнение, очень небольшое количество конфетной массы все же проходит и засахаривает поршни, затрудняя их движение. Для устранения засахаривания имеются отверстия 7, по которым подается вода для растворения и смыва конфетной массы. На нижнюю поверхность поршня вода попадает порциями через отверстие 10 в поршнях во время совпадения их с отверстиями 7. На схеме справа показан привод поршней и золотника. Шестерня 5 является ведущей для механизма отливки. Она вращает вал, на котором закреплен эксцентрик 11, шатуном 14, приводящий в колебательное движение кулису 15. Кулиса поворачивается вокруг неподвижной оси 16. Второе ее плечо шатуном 2 соединено с поршневой планкой 4, которой закреплены поршни мерных цилиндров. Планка движется по пазам в станине 9. Винт 3 позволяет легко отделить поршневую планку от шатуна 2, после чего поршни вынимаются из мерных цилиндров. Это приходится делать ежедневно и не один раз при промывке механизма. Положение паузуна 17 изменяют вращением штурвала 18, предварительно отвернув на 2 оборота гайки 21. На одном валу со штурвалом 18 находится шестерня 19. При вращении штурвала она перекатывается по рейке 20, передвигая ползун 17. Его положение на кулисе 15 определяет ход поршня. После передвижения ползуна снова завертывают гайки 21. Если надо получить ход поршня больше, чем это может дать прорезь в кулисе 15, то изменяют эксцентриситет эксцентрика 11. При изменении хода поршневой планки штурвалом 18 поршни могут упереться в золотниковую планку. Отодвигаются они от золотниковой планки изменением длины одного из шатунов 14 или 2. Регулировка на двух шатунах сделана из-за слишком широкого диапазона регулирования хода поршня. Золотник 1 приводится в движение цилиндрическим кулачком 10. В его пазу находится ролик, который закреплен на двуплечьем рычаге 13. Рычаг поворачивается вокруг оси 22. Второе плечо рычага 13 соединено с золотником 1, имеющим постоянный ход. Муфта 12 с несимметричными кулачками позволяет включить отливочный механизм лишь при правильном положении его звеньев относительно механизмов остальных машин, составляющих полуавтомат. Лотки с формочками движутся по направляющим 7 цепного транспортера. Его ведущие звездочки 8 периодически поворачиваются муфтой обгона 6. Кинематическая схема полуавтомата с горизонтальными мерными цилиндрами представлена на экране. От электродвигателя 25 приводится вал 26. Червячатой парой 24 движение передается ведущему валу 32 коробке скоростей К1. От нее через пару конических шестерен вращение получает вал 38 отливочного механизма. Эксцентрик 39 при помощи муфты обгона 40 периодически передвигает транспортер 41 на постоянную величину. Цилиндрический кулачок 42 перемещает золотник, а эксцентрик 43 поршни отливочного механизма. Звездочка 33 передает вращение звездочки 28. которая закреплена на одном валу с кривошипом 30 качающейся щетки 5. Правый конец вала 32 приводит в движение цепи 23 наполнителя и цепную коробку скоростей К2. Коробка скоростей позволяет получить две скорости вращения вала 22 с шестерней 8, которая находится в зацеплении шестерней 9. Сидящая на одном валу с ней шестерня 10 вращает шестерню 13. На общем валу 11 с ней находится ведущая секторная шестерня 14. Она вращает две шестерни. Одна из них шестерня 15 цепной передачи 21 приводит в движение транспортер 55 питателя. Расположенная на правом конце ведущего вала этого транспортера коническая пара 54 вращает вал 51. Он периодически передвигает транспортеры 44 и 37. Ведомый вал транспортера 44 является ведущим для транспортера 50 питателя. На валу 12 находится секторная шестерня 18, а на правом конце вала звездочка 56, поворачивающая звездочку 53 с опрокидывателем 7 на угол 2П радиан. На одном валу с опрокидывателем помещенных сцентрик 52, который колеблет рычаг 6. Рычаг правильно устанавливает лоток на транспортере 50. С правого конца вала 11 с ведущей секторной шестерней 14 коническая пара 57 вращает вал 1 штампующего механизма. Эксцентрики 35 движут штамп. Звездочка 36 вращает звездочку 34 ударного механизма 2. Звездочка 19 цепью 17 передает движение поддерживающим рычагам 16 питателя. Звездочка 19 цепью 17 передает движение поддерживающим рычагам 16 питателя. Коническая пара 20 на левом конце вала 12 с секторной шестерни 18. Передает вращение валу 3 поперечной щетки 4. Шкивы 27, 49, 47 приводят в движение вентиляторы 29, 45 и 48. Шкив 46 является ведущим для передачи к эксцентрикам сита. От ведомого вала наполнителя приводится сгребающий транспортер 31. Полуавтоматы наполняющую форму в несколько приемов. На слайде представлен полуавтомат с тремя отливочными механизмами, у которых мерные цилиндры вертикальные, а золотники цилиндрические. Лотки с конфетами устанавливаются в питатель 1. В опрокидывателе 2 из лотков высыпается формовочный материал и конфеты. Наполнитель 3 наполняет и выравнивает в лотках формовочный материал. Через наполнитель и штамп проходит один транспортер, приводимый храповым механизмом 6. Штурвалом 4 устанавливают положение штампа над лотком. Сдвоенный отливочный механизм 9 заполняет формы конфетной массы лишь частично, а отливочный механизм 11 окончательно. После выстойки конфеты отделяются от формовочного материала так же, как описано ранее. В коробке 12 расположен приводной механизм транспортера 13, общего для трех отливочных механизмов. Штурвалом 14 его можно проворачивать вручную. Рукоятками 10 смещают отливочные механизмы вдоль станины, добиваясь того, чтобы насадки всех отливочных механизмов приходились над формами в лотках. Рукояткой 8 выключают муфту, которая соединяет приводной шкив с главным валом коробки скоростей 7. Рукояткой 15 переставляют накидную шестерню в коробки скоростей, изменяя количество отливов в минуту. Штурвалом 16 передвигают конический набор шестерен в коробке скоростей. Транспортер 17 отводит конфеты. Рукояткой 18 отключают отливочные механизмы. Отливочные механизмы этого полуавтомата имеют вертикальные цилиндры и напоминают по своему устройству ранее рассмотренные. Они отличаются лишь конструкцией золотника. Левый отливочный механизм наиболее сложен. Его конструкция позволяет отливать очень вязкую и тягучую массу. Общая колодка 3 имеет цилиндры, внутрь которых вставлены цилиндрические золотники 7 за дном. В боковой поверхности золотника имеется отверстие 4, через которое конфетная масса попадает внутрь золотников при движении поршней 8 вверх. Поршни уплотнены в золотнике кожаными кольцами 5. Все поршни вставлены в паз общего ползуна 9, который движется возвратно поступательно в направляющих 10. Когда поршни приходят в крайнее верхнее положение, все золотники поворачиваются планкой 11. Внутренняя полость золотника разобщается с бачком и сообщается с колодкой 2 отверстием, имеющимся в днище каждого золотника 7. Таким образом, мерным цилиндром является сам золотник, притертый к цилиндру в колодке 3, которая легко может быть заменена колодкой с другим количеством цилиндров. Все золотники удерживаются в цилиндрах общей планкой 6. Через отверстие в колодке 2 масса поступает к неподвижным цилиндрам 12, каждому поршню 8 соответствует неподвижный цилиндр с подвижной насадкой 13, притертой к цилиндрам. Все насадки вставлены в общий паз ползуна 14, которому от кулачка 21 сообщается возвратно поступательное движение по направляющим 15. При движении поршней 8 вниз масса выдавливается через насадку 13, которая входит внутрь заполняемой формы. Как только наполнение формочки закончено, насадки с ускорением около 40 метров на секунду в квадрате поднимаются вверх, обрывая нити, соединяющие массу в формах с массой в насадках. Необходимое нижнее положение насадок устанавливается штурвалом 17, который при помощи конической пары 16 и 18 ввертывает винт 19 в тягу 20, поднимая при этом ползун 14 с насадками 13. Такое устройство для обрыва нити конфетной массы более совершенное, чем в полуавтомате для фигурного шоколада. При отливке обычных помадных и других не очень тягучих масс колодка 2 заменяется другой, имеющей цилиндрические насадки. Через них конфетная масса выдавливается в формы. Отливочная машина имеет у каждого дозирующего механизма муфту 22, которая отключает его при отсутствии лотка под насадками. Каждая муфта управляется своим роликом 1 через систему рычагов. Муфты имеют такое же устройство, как муфты полуавтомата для фигурного шоколада. Кинематическая схема полуавтомата с тремя отливочными механизмами представлена на экране. Электродвигатель 12 вращает шкив 11, закрепленный на приводном валу пятиступенчатой коробке скоростей. Цепь 10 передает движение кулачковым валам 9 и 8 сдвоенного отливочного механизма. Цепь 7 поворачивает кулачковый вал 6 третьего отливочного механизма. Шестерня 5 вращает шестерню 4. На одном валу с ней находится кривошип 3. Он является ведущим для приводной звездочки 2 цепного транспортера 1, проходящего под отливочными механизмами. Кривошип 13 при помощи храпового колеса 16 сообщает транспортеру 35 постоянное перемещение. Коническая пара 14 вращает вал 18, приводящий в движение цепи 21 наполнителя и транспортер 26 питателя. Звездочка 25 соединена цепью со звездочкой 31. На одном с ней валу закреплен кривошип 22. Он поворачивает мальтийский крест 32. Перед крестом находится шестерня 23, сцепленная с шестерней 24, которая переворачивает опрокидыватель 29. Кулачки 30 управляют направляющими при опрокидывании. Цепь 28 приводит вал 27 питателя, а цепь 19 ведущий вал штампующего механизма 34. Отборочный транспортер 17 приводится в движение звездочкой 15. От ведомого вала 33 наполнителя движение получает щетка 20. Она имеет поперечное движение по отношению к ситу 36, получающему колебанию от отдельного электродвигателя. В этом видео мы рассмотрели полуавтоматы для конфет, которые наполняют форму в один или несколько приемов. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.